я понимаю что многим из вас не хватает мотивации для тренировок особенно долгосрочной то есть на короткий период мы все можем взяться собрать волю в кулак и что-то делать несколько месяцев но результаты в тренировках конечно не приходят за несколько месяцев и форма настоящая не создается так быстро поэтому сегодня я хочу рассказать вам о том как в течение моих 33 лет тренировок менялось значение и роль всего этого процесса в моей жизни я я уверен что вам это будет интересно и полезно вы что-то сможете для себя почерпнуть я тренироваться начал по самостоятельному решению в 15 лет то есть детские тренировки в горнолыжные секции я не беру потому что это организованный процесс в 15 лет я самостоятельно по утрам перед школой стал выходить и делать подтягивания и отжимания на брусьях из этого начался мой фанатизм этой сферой то есть это превратилось в мое хобби которое параллельно сопровождало меня во всех вот этих сложнейших временах окончания школы поступление в институт куча репетиторов учебы в институте то есть вся основная жизнь так скажем все то за что мы несем ответственность перед своей семьей перед собой как нас учат же до нас нас учат в подростковом возрасте какими нам надо быть вот это я назову основной жизнью об но параллельно у меня была своя собственная фанатичная жизнь свое собственное хобби причем ну хобби это даже слабое слово тренировки стали для меня тем скрепляющим фактором той опорой внутренней уже тогда уже в 16 17 лет я фактически в зале отрабатывал простые знаете черно-белые принципы жизни то есть либо сделал либо не сделал сделал подход справился либо не справился поставил себе цель выжать вот сейчас 80 килограммов там на три повтора вот я помню у меня была эта цель в 16 лет и вот пока я не сделал вот момент когда сделал все значит поставил себе плюс эта жизнь без оттенков внутри спортзала очень помогала мне в жизни за пределами спортивного зала опять же до первые отношения с девушками первое понимание насколько в мире все из оттенков состоит нет абсолютных истин все взаимоотношения с людьми ну в общем вы проживали подростковый период вы знаете прекрасно насколько многие вещи непонятные со многим ты не согласен ко многим моментам приходится то есть ты приходишь со временем тренировки абсолютно понятны совершенно прозрачные и совершенно надежные для меня это стало их конечно очень крутой опорой в том возрасте и во многом поддерживала какие-то моменты с дисциплиной потому что конечно учеба в институте поступление поступление в институт это все требовало дисциплины требовала собранности требовала организации времени своего четкого я даже некоторые задания например институтские или там с репетиторами перед поступлением институт я брал задание с собой на тренировку и между подходами что-то умудрялся немного там либо решать либо записывать либо читать какие-то материалы иду дальше это первый этап я бы сказал что на 16 до 20 лет тренировки помогли дали мне опору вот в этот подростковый формирующий что ли период дальше лет в 25 в 26 я постепенно начал понимать что все те принципы которым я научился благодаря тренировкам то есть постоянство слово короткое значение огромное постоянство это это не три месяца и постоянство это не год постоянство это годы увлеченного труда годы увлеченного когда ты с огнем в сердце когда ты ждешь каждую тренировку вот это я называю постоянством постоянство пристрастия имея постоянство пристрастия я понял что в любой другой сфере точно также гарантированно получается результат когда ты из года в год постоянно увлеченно уделяешь время и уделяешь энергию какому-то делу в своей жизни и уже к 25 26 годам я увидел что эти эти принципы работают в каждой сфере в жизни и стали появляться результаты больше всего я понял что именно энтузиазм в моем случае оказывает влияние на события окружающего мира по камере моего мира то есть когда я я не умею делать что-либо без энтузиазма я считаю что во многом я это понял благодаря тренировкам энтузиазм дает энтузиазм создает романтику он создает он каким-то особым светом подсвечивает все что ты делаешь он подсвечивает и тренировочный процесс потому что ты мечтаешь ты визуализируешь ты идешь на тренировку ты представляешь как это все будет и какое-то другое дело в жизни ты затеваешь ты мечтаешь ты визуализируешь ты представляешь как это будет когда получится и дальше шаги промежуточные ступени они формируются сами нам это дано мы мы так устроены как люди в этом в общем то и есть верная вся магия этого мира что мы в общем то знаем как все достигается если у нас есть огонь и настоящее рвение к достижению конкретной цели не все цели для нас если сейчас немножко отклониться есть моменты которые мы придумываем потому что ну либо социум нам что-то навязал просто окружение тебе кажется что о да это было бы неплохо но в действительности это не твое но если у тебя внутри есть ощущение что это дело твое какое-либо дело карьерное статусное какое-то просто увлечение твое я сейчас говорю не о спорте и ты готов страстно этим заниматься годами результат обеспечен дальше к принципам помимо постоянства умение выложиться в моменте изо всех сил казалось бы чисто спортивная история ну как это же спортсмены все время мы видим на экране везде как они выкладываются в моменте вот твой самый важный старт вот последняя минута матча вот пенальти ответственный момент умение выложиться отдать всего себя спорт этому без сомнения учит посмотрим в жизни работает ли это естественно сплошь и рядом умеешь ли ты мобилизоваться в моменте быть эффективным в моменте и пропустить его не упустить не растратить впустую те моменты жизни где решается судьба твоего проекта твоего дела твоей профессии выступление какое-то защита какой-либо идеи своей выступление на собрании возможно краеугольное важное когда ты веришь в этом мобилизоваться в моменте сделать этот прорыв поставить себе какой-то день как важное когда вы будете оформлять что-то какую-то сделку вы надеетесь заключить переговоры какие-то провести мобилизоваться в этом моменте с огнем в глазах не с грузом на плечах а именно с огнем в глазах в глазах с любовью к этому делу вот этой вот этой мобилизации без сомнения я научился на тренировках сейчас я не умею жить по-другому в принципе в принципе не умею потому что я не понимаю зачем браться за что-либо без огня и без мобилизации в моменте то есть если ты делаешь какое-то дело сейчас вот перед тобой упражнение естественно ты его будешь делать изо всех сил но если ты пришел с настроением на тренировку перед тобой какое-то дело естественно ты его будешь делать изо всех сил такие простые слова ребят столько книг об этом написано было за всю историю столько разных культур об этом рассуждали и так мало этого вокруг нас когда человек делает дело Изо всех сил Как будто это самый важный день и самое важное дело Вдумайтесь в эту мелочь Поймете, что это совсем не мелочь, а краеугольный камень успеха в жизни Дальше Говоря о том, что тренировки для меня сейчас Помимо того, что это, естественно, неотъемлемая часть моей жизни Но это не часть, как, знаете, многим кажется Что ты же уже не можешь не тренироваться Я не понимаю, что это значит Я не могу не тренироваться Я не хочу не тренироваться Конечно, я могу себе позволить не тренироваться Просто мне не хочется Это не часть какого-то визуального образа Что вот, я теперь заложник этой физической формы И я должен ее поддерживать Конечно, нет Я просто не представляю себя иным Я не представляю себя без чтения книг Я не представляю себя без путешествий Я не представляю свою жизнь без тренировок Я не представляю свою жизнь сейчас без людей вокруг которым я могу посодействовать помочь поддержать это стало тоже частью моей жизни эти это все вещи которые конечно они подпитывают нас я не надо не назову их эгоистичными это то в чем ты эффективно проявляешься в жизни и прекрасно если ты нашел свои форматы для меня тренировки это источник энергии без сомнения потому что эту энергию я потом могу расходовать и направлять на что угодно в основном я ее направляю вот эту физическую энергию конечно на на дела энергетического свойства то есть проекты новые которые я затеваю убеждение людей вокруг себя зародить в них огонь вдохновить это делается той же самой энергией потому что все но все идет из физики в конце концов ну конечно главное чтобы до психика была созидательная конструктивная светлая и жизнерадостная без этого конечно никого ни в чем не убедишь так что ребят тренировки это отработка жизни в тренажерном зале нам кажется что эти железки они предназначены для того чтобы их там поднимать из точки а в точку в этом вешать на них веса но в действительности эти железки жили но в действительности эти железки учат нас жить по таким же принципам в окружающем мире искренне упорно целеустремленно главное с постоянством и все результаты гарантированы в общем-то секретов никаких нет вопросов вы задаете очень много в комментариях и в инстаграм и в ютюбе я говорю о тех из вас кто конструктивно пытается понять все таки как достигается результат успех то в принципе достигается полноценная жизнь я считаю вот именно так через вот эти простые принципы которые я перечислил остальное прикладывается уже автоматически ну а теперь поговорив потрудившись нашими нашими мозгами я нам надо теперь потрудиться желудками приготовить что-нибудь вкусное нас там тема кокосы кокосы поехали ребята сегодня очередной эксперимент как всегда я в предвкушении потому что собираюсь сделать из природного продукта из кокоса на по принципам безотходного производства два блюда из кокосовой воды протеиновый коктейль с использованием протеина с добавлением ягод и второе блюдо из кокосовой стружки которая останется естественно вот эта мякоть так называемой мы смешаем ее с яйцами с ягодами и приготовим протеиновые печенья а почему они протеиновые тоже мы протеин туда тоже добавим таков план предлагаю начинать многие из вас конечно отдыхают на всяких островах я понимаю я нет признаюсь вам никогда я не был ни на каких островах был на гавайях но кокосы там не пил не ел не разбивал поэтому опираюсь на инструкции которые были мне даны что нужно продырявить сначала а вот вот она есть живительная влага сколько же в нем воды то неиссякаемый вечный кокос ты задаешь про кокосы вопросы снижай свои запросы это шаг номер один сейчас шаг номер два мне сказали мягкими постукиваниями по кругу расколоть кокос ну да вот она хорошо таким образом приходится выковыривать немного трудоемко я бы не сказал что это невыполнимо но так чуть-чуть надо аккуратно конечно надо этим поработать теперь эти куски я кладу сюда же то есть в ту самую кокосовую воду которую вылил то есть по сути все содержимое кокоса у нас сейчас в блендере кроме скорлупы причем ребят мне сказали что вот это нормально можно оставлять вот сейчас интересная часть эксперимента во что превратится кокос блендере ну вроде однородно отлично дышите 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 может быть почувствуете через монитор через монитор горилья еда горилья вот чем мы должны были питаться всегда я не могу удержаться хочу вот это отпить ну и ладно чего хочу это пью класс разделяем жмых и жидкость жмых пойдет на печенье жидкость пойдет на коктейль жидкость отделенную возвращаем возвращаем в блендер я добавлю одну мерную ложку растительного протеина источники белка хлорелла брокколи шпинат аспирулина чья киноа свекла морковь сладкий картофель ягоды годжи асай банан теперь что еще давайте пока это сделаем сейчас попробую что у нас получилось здесь ну основной вкус сейчас задает вкус протеина овощного добавлю сюда граммов не знаю сколько здесь граммов 100 наверное голубики ягоды можно было не добавлять прекрасно было просто протеин смешать с кокосовой водой еще кое-что добавлю я стал добавлять в пищу смесь разных трав здесь отруби чай китайский ламинария чага крапива хвощ боярышник шиповник практически выглядит как отруби добавляю для это стимулирует пищеварение работу кишечника я думаю знаете какой совет могу вам дать если вы смешиваете кокосовую воду с протеином добавьте чего-то что даст что немножко скрипит вот эту всю жидкость получившиеся как вариант можно овсянки немного туда же дальше печенье нам надо смешать всю эту мякоть всю эту мякоть надо смешать двумя цельными яйцами на этот раз и белки и желтки это я смешал теперь буду использовать протеин как муку попытаюсь равномерно как-то протеин видимо должен скрепить всю эту историю я понимаю что это все выглядит диковато особенно особенно в моем исполнении но я думаю надо добавить еще одно все-таки третье яйцо цельное давайте так давайте это уже без желтка то чтобы не перебарщивать два желтка у нас там этого вполне для здоровья достаточно так третий белок значит отправился сюда я никогда этого не делал так что и тут такие слова сразу бельгийские классические шоколадные кастомные давайте бельгийские на этот раз это похоже было правильно бельгийские насколько же приятно это ощущение непредсказуемости того что сейчас будет вот это меня больше всего радует в кулинарии непредсказуемость что сейчас при открывании мы увидим сейчас узнаем здесь должна звучать барабанная дробь оп раз да наверное все таки надо было чуть побольше яиц положить вы наверняка знаете хорошо теперь это есть теперь что над ягоды наверно сверху я бы конечно сюда малинку какой-нибудь положил малины нет положим чернику все настал момент истины из кокосового жмыха печенье я никогда еще не ел оправдать поедание этого блюда можно только прочитав о полезных свойствах кокосовые стружки супер вкусом я это точно не назову так что знаете что либо надо добавить мед просто не хватает вкуса как такового но что здесь кокосовая стружка протеина немного и три яйца но естественно откуда вкус возьмется нужно чего-то добавлять с ярко выраженным вкусом может быть манга сверху положить может быть может быть мед добавить как-то надо их доработать но по пользе ребят по пользе все-таки и потому что мы взяли из природного продукта с вами из природного продукта сделали и коктейль и оладьи это я считаю правильно но надо дорабатывать но я ем и ем не могу остановиться очень ребята друзья пишите ваши комментарии о том как это можно улучшить я поэкспериментировал вы бы вряд ли рискнули такое делать я рискнул за вас это дорабатывайте я желаю вам отличных тренировок и приятного аппетита как всегда за ваше здоровье